И смутно слыша звук родимой речи, я оживал, и наступал тот миг, когда я понял, что меня излечит не врач, не знахли, а родной язык. Так поэтично воспевал свой родной язык великий поэт Расул Гамзатов. Выросший в высокогорном селе Дагестана, сын народного поэта впитал в себя человеческие ценности и мудрость старцев. А его отец стал для него первым учителем. Он рассказывал сыну сказки, читал свои стихи, поощрял воображение и живой ум. Перу Расула Гамзатова принадлежат десятке проникновенных стихов на аварском и других языках, обогативших русскую и мировую литературу. Сочетая свой природный талант с упорным трудом, Расул Гамзатов занял видное место среди лучших художников слова. С его творчеством, конечно же, близко знакомы в Абхазии. Особое внимание литературе народов Северного Кавказа уделяют в Абхазском госуниверситете, где на базе филологического факультета создан специальный курс. Мы изучали спецкурс «Литература народов Северного Кавказа». Мы изучали творчество Расула Гамзатова и изучали его стихи. Его стихотворение пронизано очень темой родины, любви к родине, Дагестан. Он писал очень много, как и наши писатели отечественные, которые пишут об Абхазии. И могу сказать, что в этом они очень похожи. Мне, например, очень захотелось посетить Дагестан и ознакомиться с культурой этого народа. Поэт, прославивший Дагестан, отличался особенной энергетикой и умением тонко чувствовать и также тонко шутить. Ректор Абхазского госуниверситета Олег Уговорами во время встречи с гостями, делегатами из Дагестана, вспомнил небольшой случай, ярко характеризующий его личность. Мал золотник, да дорог. Небольшого росточка человек только раскроет рот. Это душа, это опыт, это то, для чего его родил Бог. Понимаете, для своего народа, который он, где бы ни был, он говорит то, что идет от его народа. Для участия в международном форуме в честь столетия Расула Гамзатова в Абхазию прибыла делегация под руководством первого заместителя министра по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Арсеном Махмудовым. За период новой истории Абхазии, это первое посещение в таком составе делегации из Дагестана. Мы представляем Российскую Федерацию, но тем не менее приехали на празднование нашего народного поэта, нашего героя. Очень приятно, что у вас на вашей земле с таким трепетом относятся к вашей истории. Мы вчера просто были очарованы и в период экскурсии, и в период посещения памятников, музеев. Как бережно по крупинкам все собирается, и как бережно это все несется в массы молодежи. Арсен Махмудов после приветственных слов Олегу Гварамия уже на торжественном мероприятии в актовом зале Госуниверситета отметил, что за вторые сутки нахождения в Абхазии он ощущает большую ответственность и поблагодарил за организацию подобного мероприятия. Он зачитал приветственный адрес от имени руководства Республики Дагестан. Отмечая столетие поэтов в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, мы отдаем дань глубочайшего уважения и благодарности его памяти, еще раз подчеркивая неоценимый вклад поэтов в духовное наследие многонациональной России. Этот юбилейный год убедительно продемонстрировал, как высоко ценят и любят творчество Расула Гамзатовича не только на его родине в Дагестане, но и в масштабах нашей необъятной страны и далеко за ее пределами. Знаменательно и то, что Расула Гамзатова связывали близкие отношения с абхазскими классиками, такими как Дмитрий Гулия, Баграт Шинкуба, Георгий Гулия, Иван Тарба, Кирошал Чачхалия, Мушни Ласурия. В далеком 1954 году он впервые посетил Абхазию. Знаменитый поэт Расул Гамзатов, впитывая мудрость народа, стал таким великим. Его произведения переведены более на 80 языков мира. Его цитируют. Я недавно от наших поэтов-писателей слышал, когда они учились, как он их собирал и как он давал урок, когда возникают какие-то конфликты, споры. Ребята, вы не начинайте разбираться, вы начните шутить, и это будет лечением для всех. Это психология народа, это мудрость народа, это знание родного языка. Мыслить на своем родном языке делает человека особенным. Старший преподаватель филологического факультета Астанда Бигавава выступила с докладом о творчестве великого сына Кавказа и России Расула Гамзатова. Она рассказала об основных судьбоносных этапах жизненного и творческого пути поэта, сформировавших его нравственный и литературный облик. Бесспорно, Расул Гамзатов – один из самых выдающихся поэтов XX века, сумевший продвинуть вперед мировую поэзию. Он воспевал родной очаг, родные горы, добрососедство, любовь и дружбу. Стихи не возникают из мелочей, они звучат в такт с чувствами, родившиеся после глубоких потрясений, сказал Гамзатов в одном из интервью. Его стихотворение «Журавли» рождено болью утраты, утраты братьев, не вернувшихся с войны, погибших 71 сельчан, 20 миллион убитых соотечественников. Расул Гамзатов говорил, но одно я знаю точно – человеку надо любить человека, как проста и правдива эта мысль. Асида Малия, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.